Код неисправности OBD2 Техническое описание – нарушение связи с модулем управления регулируемым клапаном и подъемом VVL Что это означает? Это общий диагностический код неисправности системы связи, который применяется к большинству марок и моделей автомобилей, включая, помимо прочего, Dodge, Ram, Chevrolet, Ford, GMS и VW Этот код означает, что модуль управления регулируемым клапаном и подъемом VVL и модуль управления двигателем ESM прекратили связь друг с другом примерно на 2 секунды Схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шина SIN Без этой шины SIN модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может не получить информацию от автомобиля В зависимости от того, какая цепь затронута, без этой цепи связи контроллер ESUD не получает необходимой информации о выбросах Действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи Симптомы-симптомы кода двигателя U0113 могут включать, индикатор неисправности, MIL, на двигателе запускается, но работает плохо, в том числе, пропуски зажигания, неравномерная работа Причины низкой производительности, обычно причины для установки этого кода следующие, обрыв питания или заземления на VVL Наиболее часто, обрыв на шине SIN плюс цепь Обрыв на шине SIN Замыкание на питание в любой цепи шины SIN Короткое замыкание на массу в любой цепи шины SIN Редко, неисправный модуль управления, процедуры диагностики и ремонта Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Во-первых, обратите внимание, есть ли другие диагностические коды неисправностей, если какие-либо из них связаны с шиной или аккумулятором, зажиганием Сначала диагностируйте их, известно, что неверный диагноз возникает, если вы диагностируете код U0113 до того, как какой-либо из основных кодов будет тщательно диагностирован и отклонен Если ваш диагностический прибор может получить доступ к кодам неисправностей Единственный код, который вы получаете от других модулей, это U0113 Попробуйте связаться с VVL, если вы можете получить доступ к кодам из VVL, то код U0113 либо прерывистый, либо код памяти Если не удается связаться с VVL, значит, код U0113, который устанавливают другие модули, активен, и проблема уже существует Наиболее частая неисправность, потеря питания или заземления модуля Проверьте все предохранители, питающие VVL на этом автомобиле, проверить все основания на вел Найдите на автомобиле точки крепления заземления и убедитесь, что эти соединения чистые и надежные Если необходимо, снимите их, возьмите небольшую щетку с проволочной щетиной и раствор пищевой соды, воды и очистите каждый из них, как разъем, так и место его соединения Если какой-либо ремонт был произведен, удалите диагностические коды неисправностей со всех модулей, которые установили код в памяти, и посмотрите, возвращается ли код U0113 или вы можете связаться с VVL Если код не возвращается или связь с VVL восстанавливается, скорее всего, проблема связана с предохранителями, соединениями, если код возвращается, найдите коммуникационные соединения S&N шины на вашем конкретном автомобиле, особенно разъем VVL Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи перед отсоединением разъема на VVL После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной, дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в местах соприкосновения клемм Перед тем, как снова подключить разъемы к VVL, выполните эти несколько проверок напряжения, вам потребуется доступ к цифровому вольтометру, двум, убедитесь, что у вас есть питание и заземление на VVL Получите доступ к электрической схеме и определите, где основные мощности и заземление входят в VVL Перед продолжением снова подключите аккумулятор, при этом VVL все еще отключен Подключите красный провод вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение батареи, входящему в разъем VVL, а черный провод вольтметра к хорошему заземлению Если не уверены, отрицательный полюс батареи всегда работает, вы должны увидеть значение напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть веские основания, подключите красный провод вольтметра к плюсу батареи, B+, а черный провод в каждой цепи заземления Еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении, если нет, устраните неисправность цепи питания или заземления, затем проверьте две цепи связи Найдите SINC+, или HS-SIN+, цепь и SINC, или HS-SIN-цепь, подключив черный провод вольтметра к надежному заземлению Подключите красный провод к SINC+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 2,6 вольт с небольшими колебаниями Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SINC, вы должны увидеть примерно 2,4 вольта с небольшими колебаниями Другие производители показывают SINC примерно на 0,5 вольта и колеблющуюся клавишу при выключенном двигателе Ознакомьтесь со спецификациями вашего производителя, если все тесты пройдены, а связь по-прежнему невозможна, или вам не удалось сбросить код неисправности U0113 Единственное, что можно сделать, это обратиться за помощью к обученному автомобильному диагносту Поскольку это будет указывать на сбой VVL, большинство этих VVL должны быть запрограммированы или откалиброваны для автомобиля, чтобы их можно было правильно установить